Всех вас сердечно поздравляю с преддверием святозарного, великого праздника Рождества Христова, которое действительно несет нам свет, ибо сам Христос был светом разума. Современный человек очень нуждается в том, чтобы иметь этот свет разума, несмотря на множество сил образовательных, научных, технических, которые сегодня как бы укрепляют человеческое могущество, на самом деле остается, как и изначально, непоколебленной в своей основе тема разума, потому что знания не являются тождественны разуму, владение технологиями не является тождественны разуму, политическая сила и экономическое господство не являются синонимами разума, разум есть сила, позволяющая человеку видеть самое главное и строить свою жизнь в соответствии с достижением главных целей жизни. Если человек обладает этим ведением, то он может не иметь того образования, какое имеют другие, может не иметь того общественного положения, которое имеют другие, может не иметь той власти, которую имеют другие, но обладая силой разума, он знает самое главное. И если у него еще хватает воли этому ведению подчинить свою жизнь, то тогда он живет по Божьему замыслу о нем, по Божьей воле, по Божьему закону, которые были положены в основы бытия этого нашего мира, всего космоса. В таких простых и ясных словах этот разум открывается каждому человеку, начиная с Вифлеемской пещеры и до Вознесения Господа и Спасителя нашего. Разум сиял на всю Вселенную такой силой, что не было никакой другой силы, в том числе и разумной, интеллектуальной, способной бросить вызов этому Божественному разуму, провозглашаемый простыми рыбаками. Именно этот разум покорил всю Вселенную. И сегодня мы, верующие люди, с великой радостью, приближаясь к празднику Рождества Христова, должны помнить о том великом даре, который через это рождение Сына Божьего явлено нам и всему Родучему Ловеческому, над нами воссиял свет разума. И преломляя этот свет сквозь кристалл своей душевной жизни, мы способны осветить Божественным светом не только свою жизнь, но и жизнь окружающего нас мира. Можем себе представить, какой будет свет, если каждый будет преломлять Божественный разум в себе. Любая тьма и любая человеческая неправда, любая кривда будет видны, как на белом видно самое, что ни на есть небольшое черное пятнышко. Трагедия современного мира заключается и в том, что нет этого светлого белого фона, а потому черное прячется с серым, с коричневым, с грязным. Не различить, и светлые тона перепутываются с черными и темными. И в этом месиве, в этой каше человек не способен видеть ни света, ни правды, ни зла. Он не способен видеть и отличать добро от зла. Свет правды дает нам этот величайший по силе и по значению духовный, нравственный и интеллектуальный фон, на основе и на котором мы способны различать добро и зло, правду и ложь, свет и тень. Поэтому и в словах тропаря мы воспеваем Христа Спасителя, рожденного Вифлееме, как солнца правды. И одухотворенные этой вестью о рождении Спасителя, которая через праздник Рождества как бы актуализируется для каждого последующего поколения людей, приобщая каждого к этому событию. Мы становимся способными видеть величайшие смыслы, которые Бог пожелал передать роду человеческому через Сына Своего, рожденного Вифлееме. Поздравляю всех вас с наступающим праздником Рождества Христова. Желаю мира, радости, а более всего способности преломлять в себе свет Божественного разума и в лучах этого света видеть темное, злое, неправильное, опасное, умело отделяя его от того, что дорого и близко каждому из нас. И да поможет нам Господь в хранении света разума, света истины, явленного нам через Рождество Бога-младенца в Вифлеемской пещере. Аминь. С праздником поздравляю всех вас! Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...